Сегодня мы поговорим о простой, но невероятно мощной практике, которая может изменить ваше повседневное восприятие себя, обеспечить защиту и открыть перед вами новые возможности. И секрет всего этого – обычная соль. Когда вы слышите слово «соль», то, скорее всего, сразу вспоминаете кухню, еду, приправы. Но что, если я скажу вам, что соль может делать гораздо больше, чем просто придавать вкус блюдам? Да, этот привычный продукт, который есть у каждого из нас дома, обладает поистине волшебными свойствами. Соль всегда была связана с энергией, чистотой и защитой. На протяжении веков люди использовали ее не только в быту, но и в духовных практиках. В древности соль считалась настолько ценным ресурсом, что ее использовали в качестве платы. И ее силу признавали не только в материальном, но и в энергетическом смысле. Соль впитывает в себя негатив, очищает пространство и даже способна защищать нас от внешних воздействий. Но вы, возможно, задаетесь вопросом, почему же тогда соль стоит добавлять в обувь, что в этом такого особенного? Дело в том, что наши ноги — это не просто конечности, которые перемещают нас из одного места в другое. Ноги — это наша связь с землей, они укореняют нас в мире, помогают чувствовать себя стабильными и защищенными. Именно через ноги мы пропускаем энергию земли, и именно через них мы можем укрепить свою внутреннюю силу и защиту. Теперь представьте, что, добавляя немного соли в обувь, вы создаете вокруг себя невидимый энергетический барьер. Это своего рода защитный щит, который будет оберегать вас от негативного влияния, поможет сохранять ясность мыслей и уверенность в себе в течение дня. Суть практики заключается в том, чтобы насыпать немного соли прямо в обувь, неважно в правую или в левую, главное, чтобы она была там, где ваши ноги постоянно касаются земли. Можно использовать обычную поваренную или морскую соль, это не принципиально, но морская соль считается более чистой, поскольку проходит меньше обработок. Как только вы насыплете соль в обувь, произнесите следующие слова «Вселенная, помоги мне! Открой передо мной все светлые пути и сделай мой путь радостным и счастливым!» Эти слова не просто укрепляют вашу внутреннюю уверенность, они задают тон вашему дню, настраивая вас на позитивный лад. Соль работает как канал, по которому ваши намерения получают поддержку. Представьте, что каждый шаг, который вы делаете в этой обуви с солью, будет сопровождаться защитой и мощной энергетической поддержкой. Ведь наши ноги — это основа, на которой мы стоим, и каждая мелочь, которая помогает им чувствовать себя сильнее, влияет на все наше состояние. Эта практика особенно полезна, если вам предстоит сложный день, когда вы чувствуете, что энергия вокруг может быть напряженной. Например, на работе или в других ситуациях, когда вы подвергаетесь стрессу или негативному влиянию со стороны окружающих. Вы можете применять эту технику ежедневно или по мере необходимости, когда чувствуете, что вам нужно дополнительное подкрепление. Главное, не забывайте делать все с намерением. Важен не только сам ритуал, но и ваше отношение к нему. Вы не просто насыпаете соль, вы заряжаете ее своей энергией, своими намерениями и просьбами. Чтобы усилить эффект, можно провести по соли пальцем, делая небольшие круговые движения по часовой стрелке и представляя, как активируется ее сила. Это своего рода медитация, которая помогает сосредоточиться на ваших целях и намерениях. Кстати, если вам интересны подобные практики и вы хотите узнать больше о том, как с помощью простых техник улучшить свою жизнь, я настоятельно рекомендую подписаться на телеграм-канал «Магия жизни». Это уникальное пространство, где вы найдете множество полезных рекомендаций, практик и советов, которые помогут наполнить вашу жизнь светом, гармонией и изобилием. Присоединяйтесь к сообществу людей, стремящихся к благополучию и узнайте, как использовать простые вещи для улучшения своего внутреннего и внешнего мира. Ссылку на канал я оставлю в описании. Не упустите возможность стать частью этого светлого пространства. В разных культурах мира соль всегда считалась мощным защитным средством. Ее использовали в ритуалах очищения, когда нужно было избавиться от негативной энергии или защититься от внешних воздействий. Например, рассыпать соль у порога дома – это старая традиция, которая до сих пор сохраняется у многих людей. Она символизирует защиту жилища и тех, кто в нем живет. И точно так же, как соль защищает ваш дом, она может защищать и вас лично, если вы используете ее правильно. В древние времена соль использовали для консервирования продуктов, ведь она сохраняла их свежими и предотвращала порчу. А теперь представьте, что так же, как соль сохраняет пищу, она может сохранять и вашу энергию, защищая вас от разрушительных внешних факторов. Но вернемся к практике с обувью. Когда вы добавляете соль в свою повседневную жизнь таким образом, вы не просто защищаетесь, вы помогаете себе лучше чувствовать свое тело и свое пространство. Становитесь более устойчивыми и уверенными в своих силах. Если вы чувствуете себя неуверенно, если вам кажется, что вокруг слишком много хаоса и негативной энергии, попробуйте этот метод. Вы увидите, как меняется ваше ощущение от каждого шага, как вы начинаете чувствовать себя более собранным, уверенным и спокойным. Кроме того, соль помогает не только защититься, но и привлечь в свою жизнь позитивную энергию и благоприятные возможности. Каждый раз, когда вы надеваете обувь с солью, представляйте, как перед вами открываются светлые пути, как каждая ваша цель становится более достижимой. Это не просто слова. Это настройка вашего сознания на успех и благополучие. Многие люди, попробовав эту практику, замечают, что их жизнь меняется, что они начинают замечать новые возможности, которые раньше упускали из виду. И всё это благодаря обычной соли, которая становится мощным инструментом для создания желаемого будущего. Когда мы говорим о повседневных практиках, таких как добавление соли в обувь или очищение пространства с её помощью, это помогает нам не только защититься от негативного влияния, но и подготовить почву для позитивных изменений в жизни. Ведь когда наше пространство чисто, когда мы чувствуем себя заземлёнными и защищёнными, у нас появляется больше сил и энергии для того, чтобы двигаться вперёд, реализовывать свои цели и достигать успеха. И здесь мы подходим к очень важной теме, как достичь успеха в жизни. Ведь внешняя защита и гармонизация внутреннего состояния — это только первый шаг. Следующий шаг — это действие, движение к тому, что вы хотите. Успех — это не что-то абстрактное или случайное. Это результат наших мыслей, намерений и, самое главное, действий. Конечно, многие люди мечтают о том, чтобы успех пришёл к ним сам по себе, как по волшебству. Но на самом деле успех — это процесс, и он начинается с внутренней работы над собой. Важно осознать, что успех зависит не только от внешних обстоятельств. Прежде всего, он начинается внутри вас. Именно ваше внутреннее состояние — уверенность, целеустремлённость и ясность видения — притягивает к вам возможности, которые ведут к успеху. Первое, что нужно понять, это то, что успех начинается с цели. Без чёткого понимания того, чего вы хотите достичь, сложно двигаться вперёд. Задайте себе вопрос. Чего вы на самом деле хотите? Не просто абстрактные мечты, а чёткие, осязаемые цели. Например, если вы хотите добиться успеха в карьере, то какого именно? Хотите ли вы занять определённую должность, создать свой бизнес, или, может быть, вы мечтаете о том, чтобы ваша работа приносила радость и гармонию? Или, если ваш успех связан с личной жизнью, что именно вы вкладываете в это понятие? Успех — это не только материальные достижения, но и внутренняя гармония, баланс между работой и личной жизнью, а также то, как вы себя чувствуете каждый день. Как только у вас появится чёткое понимание своей цели, наступит второй важный шаг — это действие. У вас может быть множество идей и мечтаний, но без конкретных шагов к достижению успеха эти мечты так и останутся на бумаге. Очень важно разработать для себя план действий, и здесь ключевым фактором является регулярность. Каждый день нужно делать хотя бы небольшой шаг навстречу своей цели. Даже если это кажется незначительным, каждый шаг приближает вас к успеху. Представьте, что успех — это длинный путь, и каждое ваше действие — это шаг на этом пути. Возможно, вам нужно освоить новые навыки, развить какую-то область своей жизни или решить конкретные задачи. Важно начать двигаться. Но что еще важнее — это ваше отношение к самому процессу. Успех — это не только достижение конечной цели, но и процесс, который должен приносить удовольствие. Если вы каждый день будете испытывать радость от того, что делаете шаги вперед, успех придет гораздо быстрее. Часто бывает так, что мы сами блокируем свой успех из-за страха ошибок или неудач. Это нормальная часть пути, и ошибки — это опыт, который помогает двигаться вперед. Не бойтесь ошибок, они не определяют ваш конечный результат. Важно двигаться дальше, несмотря на неудачи. Также стоит помнить, что успех невозможен без веры в себя. Это основополагающий фактор, который определяет, насколько далеко вы сможете продвинуться. Вера в собственные силы помогает преодолевать препятствия, а ее отсутствие может стать самым большим барьером на пути к достижению цели. Иногда на пути к успеху мы сталкиваемся с негативным влиянием извне, сомнениями окружающих, их пессимизмом или неверием в наши силы. Важно помнить, что это их мнение, а не ваше. Вы знаете, на что способны, и только вы можете управлять своим успехом. Когда вы уверены в себе, вы не боитесь пробовать что-то новое, не боитесь сделать первый шаг или принять вызов. Помимо внутренней уверенности, важную роль играет и окружение. Успех чаще приходит к тем, кто окружен людьми, которые поддерживают, вдохновляют и мотивируют. Если ваше окружение негативно настроено или постоянно критикует ваши начинания, это может замедлить ваш путь к успеху. Поэтому очень важно окружить себя людьми, которые верят в вас, стремятся к развитию и могут стать источником вдохновения. Следующий важный аспект успеха – это умение быть гибким и открытым для новых возможностей. Иногда мы настолько зацикливаемся на одном пути к цели, что не замечаем, что есть другие, более легкие и быстрые способы ее достижения. Успешные люди всегда готовы к переменам, они не боятся пересматривать свои планы, если видят, что ситуация изменилась. Это не значит, что нужно бросать все при первых трудностях, но важно уметь адаптироваться к изменениям, быть готовым к новым вызовам и возможностям. И, конечно же, не забывайте о том, что успех – это не только материальные достижения. Настоящий успех – это баланс. Баланс между работой, личной жизнью и внутренним миром. Когда все эти аспекты гармонично сосуществуют, тогда и приходит настоящее удовлетворение от жизни. Ведь что толку в высоких доходах или статусе, если при этом вы чувствуете себя несчастным или измотанным? Успех – это умение наслаждаться жизнью, находить время для отдыха, общение с близкими, заниматься тем, что приносит радость. Таким образом, достижение успеха – это комплексный процесс, который включает в себя и внутреннюю работу, и действие, и правильное отношение к себе и жизни. Помните, что вы – творец своей судьбы, и только вы можете определить, каким будет ваш успех. Не ждите, что все произойдет само собой, начинайте действовать уже сегодня. Друзья, если вам понравился этот разговор о простых, но эффективных практиках, и вы хотите узнать еще больше полезных советов и техник для улучшения своей жизни, обязательно подписывайтесь на канал. Мы постоянно делимся информацией, которая поможет вам обрести внутреннюю гармонию, развить уверенность в себе и достичь успеха.